Сформирован разнообразный набор инструментов государственной поддержки импортозамещения. Это и субсидии, и софинансирование исследований, различного рода грантовая поддержка, преференции при государственных закупках. Утверждены все 19 планов импортозамещения по линии Минпромторга. Свои планы импортозамещения утвердили Минкомсвязи, Минтранс и Минэнерго. Программа «Дорожная карта импортозамещения в сельском хозяйстве» была утверждена еще в конце прошлого года. Более половины импортозависимых позиций, вошедших в отраслевой план, наши машиностроители смогут заместить в течение ближайших 2-3 лет. Особую роль в импортозамещении будет играть фонд развития промышленности. Созданы институты развития, в регионах сформирована специализированная инфраструктура, это промышленные парки, бизнес-инкубаторы. Конечно, никто не ставит задачу тотального замещения всего импорта, это невозможно. По итогам прошлого года основные макроэкономические показатели выросли. Промышленное производство показало лучший результат среди всех федеральных округов. Сельское хозяйство продемонстрировало значительный прирост. В регионе должны появиться новые производства, предприятия по добыче и переработке природных ресурсов, транспортно-перегрузочный комплекс. При этом мы понимаем, что еще сохраняются тяжелейшие последствия крупномасштабного наводнения 2013 года. Казалось, что последствия будут ощущаться еще очень долго, но благодаря труду большого количества людей, эти последствия были ликвидированы очень короткой перспективе. Хотел бы, пользуясь вот этой возможностью, вручить правительственные награды в знак признания ваших заслуг и благодарности за ваш труд. Поздравляю нашу сборную с победой. Прекрасное место для хоккея с плечом. И мы будем дальше болеть за этот прекрасный вид спорта. Нужно, чтобы мы создали условия для взаимного инвестирования. И Россия к этому готова. У нас есть целый набор российских проектов, куда мы пригласили вьетнамских друзей. Был подписан план по приоритетным проектам на этот год. Надеюсь, что все эти позиции будут реализованы. Путь то поставки оборудования, самолетов, возможности запуска промышленной сборки российских автомобилей, продвижения производства составов для железных дорог. Максимально учтены пожелания вьетнамских партнеров по доступу на рынки основных товаров вьетнамского экспорта. Близится завершение переговоров по проекту соглашения о зоне свободной торговли. Таиланд наш старейший партнер в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подписаны документы о сотрудничестве в области энергетики, сельского хозяйства, развития транспортной инфраструктуры по линии правоохранительных органов, в гуманитарной сфере. Наши страны уже 118 лет дружат. Нужно создать задел для того, чтобы еще 118 лет дружить. Я сейчас только что встречался с представителями таиландского бизнеса. Они хорошо настроены, они заинтересованы в том, чтобы поставлять товары в Россию, готовы осуществлять инвестиционные проекты. Наш бизнес готов инвестировать в Таиланд. В этом году нам также предстоят большие задачи. Необходимо переселить около 180 тысяч человек, которые проживают в аварийном жилье площадью 2,76 миллиона квадратных метров. Правительство приняло ряд мер, которые способствовали более активной ликвидации такого жилья. Мы увеличили более чем на 34 миллиарда рублей поддержку из федерального бюджета. Мы утвердили целевые показатели реализации программ по переселению, внедрили механизмы финансовой ответственности. Еще на что хотел бы обратить внимание губернаторов – качество жилья. Проверки качества охватывали 35 регионам и по итогам проверок в 14 субъектах были зафиксированы факты предоставления жилья, не отвечающие установленным требованиям. Виновники задержаны и, надеемся, понесут соответствующее наказание. Расселение жилья – это, по сути, сегодня антикризисная мера. Отдельно обращаю внимание на необходимость улучшения контроля реализации региональных адресных программ по переселению с тем, чтобы губернаторы лично отчитывались о том, что происходит.